Всем привет! Кто любит классические игры Tomb Raider, я предлагаю вам такой челлендж. Я его сам сейчас придумал. Попробуйте выполнить одну такую штучку. Я думал сначала, что это нереально, потому что я несколько раз пробовал, у меня никак не получалось. И потом у меня вдруг получилось, и я понял, что всё-таки нет. Значит, если постараться, если ещё повезёт, есть фактор везения, то это получится. Вы не услышите сейчас звук из игры, вы услышите только мой голос. Ну это я не буду вдаваться в технические подробности. В общем, я звук из игры не могу записывать. Если я запишу звук из игры, тогда мой голос не будет слышен. Короче, тогда будет без звука видео только мой голос. Суть сама в том, значит, в чём суть? Это Tomb Raider Last Revelation. И есть такой уровень Храм Карнак. Temple of Karnak называется. И там есть такой, значит, бассейн. Если кто играл, тот помнит, как это найти. Если кто вдруг не проходил, то я вам советую очень Tomb Raider Last Revelation. Вообще, в классической части Tomb Raider очень классный. Вот, советую вам поиграть. Значит, мы оказываемся в таком вот месте, где вот обелиск находится. Значит, у нас с одной стороны у нас три прохода, с другой стороны у нас один проход. Вот. И ещё один проход. Значит, если стоять лицом к этому месту, где три прохода, то проход с этим вот бассейном находится с правой стороны, где я вам предлагаю челлендж сделать. Вот. Мы, значит, бежим сюда, плюхаемся в этот бассейн. Значит, первым делом, что надо сделать? Значит, вы плюхаетесь сюда, так, плывёте вот сюда и открываете дверь сначала. Вот. Видите, у меня сейчас она открыта. Потому что эта дверь держит проход в ту сторону. Вот. Вы, короче, открываете дверь, потом возвращаетесь в самое-самое начало, где вот я сейчас был, да? Ну, просто, чтобы не тратить, я вам объясню просто, в чём суть. Вот. Открыли дверь, вернулись сюда. Если вы играете на соньке, то у вас есть сохранение эмулятором, быстрым сейвом. Да? Вы сохраняете. Если вы играете на компьютере, то у вас тоже есть быстрое сохранение. О! Сохранить, загрузить. Всё элементарно просто. Короче, нырнули туда, открыли дверь, вернулись обратно и на этом месте сохранились. И теперь я вам предлагаю челлендж. Короче, сейчас я объясню, в чём дело. Просто, реально, это сделать очень сложно, но это возможно. И если кто это сделает, то вам плюс, короче. Не знаю, мне лично, я люблю себя, любил всегда себе в Том Райдере придумывать всякие такие вот штучки. Вот. В классических частях мне очень нравится. Короче, наша цель. Ну, давайте я вам сейчас объясню. У нас есть полоска воздуха, которая определённое время только нам даётся, да? Воздух на определённое время. Тут есть место, где можно подышать. Но его дело в том, что... Вот давайте в нормальном... Давайте поплыли, короче. Смотрите. Я вам сейчас просто объясню. Значит, по нормальному прохождению мы как делаем? Мы, значит, плывём сюда. Открываем вот эту дверь. Проплываем дальше вот сюда. Налево. И тут дырка. Мы сюда высовываемся, можем подышать. И тут у нас находятся стрелы, короче, для арбалета. Ну, тут всякая фигня. То есть, видите, можно выплыть сюда, чтобы подышать. Мы тут подышали. Вот иногда ларка, она иногда застревает. Вот в этом вот фигня. Мы подышали, потом мы плывём дальше сюда. Тут, короче, ворота, но они закрыты. Вот. Когда мы будем делать челлендж, мы будем доплывать до этих ворот, делать разворот и плыть обратно. Вот. Дальше мы можем заплыть в эту дырку. И вот тут ларка может застрять. Но я сейчас легко проплываю. И тут ещё у нас предметы, которые мы можем забрать. Она может застрять. И когда ты обратно проплываешь через эту дырку, она тоже может застрять. Но, видите, она у меня сейчас не застряла. Так как она у меня не застряла, время я на этом не потратил. Я могу поплыть дальше. Опять же, там можно было подышать, но я дышать не буду. И я выплываю обратно сюда. И, видите, у меня уже воздух заканчивается. Короче, челлендж заключается в том, чтобы проплыть всю вот эту тему, но чтобы воздух у нас хватило. Если у вас не хватит воздуха, начнётся отбавляться здоровье, считайте, что вы челлендж провалили. Всё. Как только воздух заканчивается, начиная с здоровья отбавляться, всё, челлендж провален. Как только воздух не закончился, значит, челлендж ещё у вас работает. То есть, смотрите, это очень сложно. Смотрите, я сейчас, когда проплываю через ту дырку, у меня ларка не застряла. Я легко проплыл туда и проплыл обратно. Но если она застревает там, то тратится воздух. Соответственно, если она у вас застряла, при проходе туда или при проходе обратно, а уж тем более, если при двух случаях, есть и при туда, и при обратно, если она у вас застревает, то у вас уже воздуха не хватит по-любому. Тут, короче, хватает воздуха при этом челлендже буквально тютелька в тютельку, как говорится, в упор. Но если у вас ларка, то есть тут играет фактор, тут два фактора. Первый фактор, насколько хорошо вы плаваете. Если вы хорошо плаваете, хорошо контролируете ларку, то вы быстро доплывёте. Если вы плохо плаваете, не очень с управлением у вас в порядке, да, не очень дружите с управлением, то вам будет сложно. А второй фактор, это застревание в той дырке. Если ларка не застрянет, то это как повезёт. Опять же, если правильно проплыть, то она не застрянет. А с другой стороны, если правильно проплыть, то она может и застрять. То есть тут как бы фактор везения, везения тоже. Короче, вот. Значит, челлендж в чём заключается. Давайте поплыли, я сейчас попробую его выполнить. Короче, мы отсюда плюхаемся. Можно, кстати, ласточкой... Если ласточкой прыгнуть, то ты нырнёшь глубже. Это тебе сэкономит время. Ласточкой не прыгать. Прыгать обычным прыжком. Потому что ласточка, она может... Тут буквально доля секунды может сыграть уже роль. Поэтому ласточкой не прыгаем. Прыгаем обычным прыжком и плывём. Начинаем челлендж. Значит, наша цель проплыть и вернуться обратно, и чтобы вот эта полоска воздуха у нас осталась. Дышать нельзя. То есть тут проплываем, не дышим. Нет. Дальше. Дальше сразу сюда. Доплываем в упор-доворот. В упор-в упор, потом разворот. Упор-разворот. Только когда в упор доплыли, после этого разворот. Теперь вот сложный момент. Значит, нужно проплыть в эту дырку. Вот видите, у меня ларка застряла. Я уже челлендж выполню. Всё. Не получилось. Короче, проплываем в эту дырку. Опускаемся вниз в самый нижний угол. Как только мы угол достигли, опять делаем разворот. Выплываем обратно. Но видите, у меня уже воздуха не хватает. Вот. Выплываем обратно и возвращаемся. Опять же, нигде не дышим. Возвращаемся оттуда, откуда мы начали. Вот. Если у вас воздуха хватит, если вы вернётесь и выплывете. Вот видите, у меня сейчас, видите, всё, потому что я застрял. То есть, если вы, видите, если вы обратно сюда возвращаетесь, проделав всё это, то, что я сейчас показал. Вот так вот выплываете, и у вас воздух... Воздух ещё не закончился, то значит челлендж выполнен. Вот. Но если у вас уже здоровье начало отбавляться, то всё. То это провал. Ну что, давайте я попробую сейчас выполнить эту штуку. Вот. Ну что. Главное, сразу выучить, где какой поворот, где чего, и заранее уже знать. То есть, заранее уже готовиться. Сейчас, например, тут сразу направо, тут прямо, тут сразу через эту дырку налево, тут опять же прямо, потом направо, вот. В упор к воротам подплываем и разворачиваемся. В упор, разворот. Так. Сейчас главное в эту дырку вписаться. Ну вот где-то вот так вот нужно плыть по потолкам. Вот. Отлично. В угол сюда. Опять же, сразу резко разворачиваемся. Теперь нужно выплывать. Я застрял. Всё, может, теперь не хватит у меня уже. Вот она тут застревает. Блин, вот теперь, наверное, не хватит у меня. Не хватит воздуха. Но я говорю, я несколько раз, у меня где-то раз из десятого, наверное, получилось. Но у меня получалось. То есть, это реально. Просто я говорю, она там застревает. То есть, если бы она у меня сейчас не застряла, смотрите, она у меня застряла, я потерял где-то секунду 3-4. И у меня, видите, это провал. Это провал. Видите, у меня воздух закончился и начало здоровье отбавляться. Это провалил. Это я, это, это, это считаете, это не считается такое. То есть, челлендж я провалил. Видите, мне буквально не хватило двух секунд. И вот эти две секунды я как раз потратил в том месте, где ладка застряла. То есть, если бы она не застряла, то я бы выполнил, я бы проплыл. Но видите, тут, то есть, нужно, чтобы всё идеально получилось. То есть, это, знаете, как, не знаю, как объяснить это. Это, ну, это как, например, ассоциация у меня такая. Это как, например, в Формуле-1. Чтобы побить мировой рекорд, да, чтобы идеальное время показать, нужно идеально проехать. Идеально каждый поворот. Идеально везде и торможение, и разгон. И идеально всё, короче, пройти без этого, как его, без единой ошибки. Так и тут, видите, нужно идеально. Вот видите, сюда я вплываю нормально. Угол разворот. Вот, а вот, чтобы выплыть... Сейчас вот могу успеть. Могу-могу успеть. Так, тут главное, когда мы обратно возвращаемся, вот направо, от двери налево и сразу наверх. Налево и наверх. И тут застрял. Теперь я тут застрял. Не хватит у меня. Я опять где-то секунду потерял. Тут тоже сразу наверх. Секунду. Видите, опять. Вот, видите, не в одном месте застрял, так в другом. То есть вы свидетели, как бы, да, что можно пройти. Если бы я не застрял, то как раз буквально мне пару секунд не хватило. Но это, видите, это сложно. Это, то есть, как бы, тут даже дело не в том, насколько хорошо ты плаваешь. Тут дело в том, что ларка застревает, потому что это глюки в игре такие. Ну, что я смотрел прохождение. Там один чувак. Я, так сказать, прорекламирую его немножко. У него канал называется Badass Games. Вот. Badass Games. По-английски. Badass Games. На конце Z. Вот. И он, короче, проходит все части без аптечек. Вот. И я смотрел его прохождение. Он тоже жалуется на то, что ларка застревает под водой. Все, я выполнил челлендж. Смотрите, видите, у меня воздух остался. Вау! Вот так вот, ребятки. Давайте. Если кто тоже будет играть, обязательно запишите видео, покажите мне, как вы это делаете. Вот. Опять же, на компьютере можно скачать, на сонке можно на эмуляторе скачать. Вот. Так что давайте. Вот, я выполнил. Вот. И прорекламировал заодно. Не, ну чувак хороший. Он тоже, как я, любит классические части. Только он реально задрот. Он, короче, без аптечек проходит без сохранений. Вот. И вот он тоже жалуется. То есть задрот, то есть в хорошем смысле. То есть он тоже оттачивает как бы все уровни, чтобы их идеально проходить. Без запинки, да, без любой. Вот. И он, короче, тоже жалуется на то, что ларка, она тут, короче, застревает под водой. Вот. Ну это везде под водой она застревает. Это не только именно в этом месте. Вот. Так что вот, пожалуйста, вам челлендж выполнен. Я сам его придумал. Я сам его и выполнил. Вот. На этом я всем скажу пока. До встречи в следующих видео. Может быть, еще как-нибудь что-нибудь такое придумаю и запишу. Вот. Продолжение следует...